Вопрос, обязан ли человек помыть руки после того, как он поел рыбу, до того, как он будет кушать мясо? Мы знаем, что рыбу с молоком не кушаем, рыбу с мясом тоже не кушаем, несмотря на то, что там запрета никакого нет, но это опасно для здоровья. И говорит Гмара, что когда есть опасность для здоровья, это даже строже, чем запрет по Торе. Поэтому вопрос, человек поел рыбу. Если человек поел рыбу вилкой или ложкой и руки не запачкал, тогда по букве закона он не обязан мыть свои руки, но желательно помыть. Но если он кушал рыбу и там были кости, и он должен был вытаскивать эти кости и трогать рыбу руками, тогда он, да, должен помыть свои руки перед тем, как он будет есть мясо. Кроме того, перед тем, как будет есть мясо, он должен сполоснуть свой рот водой, виски, водкой. Водкой лучше, да? Тем, что может прочистить его рот, но Аллаха говорит, он не может использовать то, что прилипает к зубам. Например, у него есть кучки зелени, альфиош, и он хочет этим сполоснуть, прочистить свой рот. Это не работает, потому что они не очищают ротовую полость, они прилипают. Поэтому, кроме того, что сполоснуть свой рот нужно, после рыбы нужно тоже покушать хотя бы кусочек хлеба, чтобы, кроме того, что человек сполоснул рот, как бы его изнутри протереть перед тем, как он будет кушать рыбу. И это называется майм-эм-цайм. Что значит майм-эм-цайм? У нас есть майм-махроним, перель-беркат-амазон. А это майм-эм-цайм, средняя вода между рыбой и мясом. И если нет у человека воды для того, чтобы помыть руки, имеет право использовать другую жидкость, сотки, соки, напитки или еще что-то другое, для того, чтобы вот эту митцву исполнить. И принято говорить майм-эм-цайм-митцва. У нас есть аллаха, шулхан-ару, самая, наверное, короткая аллаха. Мы говорим майм-эм-эм-эм-хова. Майм-эм-эм-эм, перель-беркат-амазон у нас обязанность мыть майм-эм-эм-эм-эм-хова. Между рыбой и мясом майм-эм-цайм митцва. Может быть даже это не обязанность, но это митцва помыть руки между рыбой и мясом. Баруко Адонай לעולם, Амин, Амин